Состоялось первенство города по биатлону среди юношей и девушек. В первый день соревнования проходили на площадке спортивного клуба «Металлург» Магнитогорск среди спортсменов 9-12 лет. Во второй на трассах биатлонного комплекса «Бзакова» среди атлетов 13-16 лет. Подробности далее. В первый день соревнований первенство Магнитогорска по биатлону стартовали порядка 50 участников в возрасте от 9 до 12 лет. В программе «Спринт» старшая группа преодолевала дистанцию 3,6 километра, младшая – 2,4. Везде по два огневых рубежа лежа. За каждый промах штрафной круг 50 метров. Здесь дистанция. Мы постарались организовать для детей самую, скажем так, простую. Больше равнинки, больше поворотиков, всяких спусков. Соответственно, чтобы и родители, и тренеры наблюдали, как ребята соревнуются. К участию в соревнованиях допускались биатлонисты, имеющие предварительную подготовку. Обязательное условие для всех спортсменов – допуск врача. Первенство города по биатлону традиционно проводится с целью популяризации этого вида спорта в Магнитогорске, пропаганда здорового образа жизни, выявление перспективных спортсменов. Александра Макачева пришли поддержать на дистанции родители, сестра, маленький брат и двое дедушек. Представители старшего поколения семьи успели дать важные наставления юному спортсмену перед стартом. Начинать спокойно, не рвать, потом набирать, стрелять, не волноваться. Единственное, что я ему сказал – темп взял и идти. Взял неплохой темп на старте и Андрей Свинцов. 11-летний спортсмен, занимается биатлоном, третий год, участвует в Кубке Багалий. Планы у спринтера – со временем занять свое место в сборной. Сначала откатать свою карьеру, хочу попробовать на олимпийское золото, а потом, думаю, посвящу это, стану врачом и буду там помогать всяким спортсменам в сборной. Планы грандиозные, амбициозные, но будем тренироваться. От нас что тренировки, поддержка. Мария Обласова претендовала на отличный результат в спринте, преодолела трассу на хорошей скорости, да и с меткостью, как выяснилось, у спортсменки все отлично. На огневых рубежах у меня было все два рубежа, все по пять, и трасса была нормальная, но повороты давались трудными. Юной биатлонистке есть на кого равняться. Старший брат – кандидат в мастера спорта по биатлону. Входит в состав сборной. Мария же в этом году получила второй взрослый разряд. У нас с каждым годом увеличивается число, занимающихся биатлоном. Благодаря не только этим соревнованиям, у нас проводится в Абзаково Кубок Багали, всероссийские соревнования. Соответственно, большой идет всплеск. Ребята приходят, занимаются. По итогам двух соревновательных дней победители и призеров среди юношей и девушек всех возрастных групп наградили грамотами и медалями. От спортивного азартного действия получили колоссальное удовольствие и болельщики. Маша, быстро работай! Молодец! Дина Наумова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН. Дина Наумова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН. Дина Наумова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН. Дина Наумова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.